сорт сверхострого перца тринидад маруга скорпион карамель такой вот перчик это сверх высокоурожайный сорт посмотрите сколько на нем плодов же сам покажу очень-очень много вяжет такими целыми пачками в одном кустики около 70 плодов очень кучно такой цвет у него интересный высота такого куста может достигать до полутора метров от метра до полутора метров так как я провел обрезку он был высотой где-то пределах 70 сантиметров но сейчас сантиметров где-то сантиметра на 1 40 вот у меня края обрезаны вот видите полностью пышный пышный небольшое количество цветов а так как не цветы не нужны их пришлось удалить воды созревают вот вот такого вот светло зеленого цвета потом становится вот такие вот оранжевыми потом становится темнее темнее темней до такого вот светло красного цвета эти кусты могут достигать уже говорил полутора метровой высоты но это они будут достигать в теплицах если будете выращивать их открытом грунте кустики будут где-то около метра больше не будут почему потому что очень жарко вот я их обрезал вот через неделю они сразу мгновенно начали все созревать появляется конечно пасынки на них пасынки надо будет обрезать обламывать даже точно ударять все цветоносы острота такого перчика вот миллион двести до двух миллионов этот перец был занесен книгу рекордов виннеса как самый острый перец мире после него это пьедестал заняла королина рипер так что это перец очень и очень острый раз покажу вам смотрите какое количество как он навязался просто очень-очень попробую показать вам снизу это же неудобно очень-очень-очень это все на одной веточке здесь еще больше тут вообще этот кост просто весь усыпанный 1 кустам уже снять очень большое количество перца вкус такого перчика парфунный такой же как и у хабанера только с таким акцентом цветочным очень приятный и очень острый срок созревания такого перчика вот 120 дней все зависит каких условиях вы будете выращивать его высевать такой перец надо январе месяце где-то с 10 по 20 января либо двадцатых чисто февраля вы можете вы сесть и раньше вы сидите где-то в январе соответственно вот такие вот будут у вас урожая он успеет набраться сил и даст вам хороший урожай если вы высеете феврале урожай будет немного меньше то что срок у каждого растения свой вегетации так что чем раньше вы сеете тем больше урожай вы получите такие ход красавцев я это перчик вращаю не растет между томатами но света попадает мало потому высота такая не сильно большая чем больше территория больше света тем соответственно плоды будет во много раз крупнее и количество этих плодов будет больше у этого сорта появляются первые завязи 20 числах июля и перец начинает вязаться до ноября месяца в конце ноября месяца конце ноября он прекращает вязать плоды эти плоды все созревают потом месяц у него отдыха и перец снова начинает подоносить перчик имеет вот такую вот форму форму скорпиона видите эта форма может меняться вот уже скорпион все зависит от того как вы будете его кормить чем больше подкормок соответственно тем перец начать жировать жирует не только само растение но жирует и сами плоды их начинает распирать они меняют форму они вытягиваются за счет того что очень большой приток жидкости большое количество питательных веществ сейчас похоже на скорпиона если хорошо подкормить они начнут вытягиваться значит менять форму такого плана так выглядит наши перчики такой структуры пупырчатой сейчас весим перец вес такой перчины 12 грамм это в среднем 1 перчинка 12 грамм 25 грамм 4 перчины будет весить 46 грамм этой тарелочки я положил 20 плодов скорпиона и вес у нас составил 205 грамм это где-то среднем 10 грамм 1 перчинка сделать бутылку хорошего соуса нам понадобится где-то около килограмма килограмм это где-то будет 100 плодов 100 плодов это нам где-то в среднем два куста с двух кустов мы с вами можем собрать 100 плодов 8 месяцев ожидания теперь сейчас разрежем перчик и посмотрим как он выглядит внутри вот так выглядит перец сейчас его разреза сразу пошел невероятный аромат от него такая большая семенная коробка толщина стена где-то 23 миллиметра довольно толстый он упрозий запах невероятный если присмотреться внутреннюю часть там видно жидкость мастерская маслянистая жидкость это масло капсаицина а еще точнее эфирное масло эфирное масло содержащие концентрацию капсаицина это масло довольно летучие так что нужно быть очень и очень аккуратным с ним того не попала глаза на чем можно получить серьезные ожоги этот сорт многолетний так что его можно выращивать как в открытом грунте в теплицах у себя на подоконнике это один из самых сверх острых сортов перца не считая caroline ripper довольно толстостенный так что с него можно сделать довольно большое количество сверх острых соусов он неприхотливый выращивание так что выращивайте у себя еду тем удачи